губкой с пеной в общем мягенько мягенькими движениями пытаемся все это дело отмыть вот но естественно высыхает она просто в стоящем положении очень очень плавненько вроде бы она стала чуть-чуть почище но опять же говорю вот так приглядеться вот в отраженном свете здесь заметно что пыль такая въевшаяся можно ли это отмыть совсем чтобы она почище звучала не знаю возможно и можно закрываем следующая пластинка и тот же самый исполнитель вот уже другая пластинка вот та пластинка которая показывал это щит я по каталогам смотрел то шестьдесят пятый год вот это по моему год шестьдесят второй где-то так вот примерно риверсайт тоже здесь майдан фонтан что-то рекордс интер диск с по моему тоже это американская менее менее извели известная какая-то фирма здесь вот написано нью-йорк сессии течет 36 нью-йорк я так скажем нет небольшой любитель джаза поэтому показываю то что есть и вот еще одна пластиночка который так скажем последнего у меня из джазовых тут называют значительно у макьюсик квартет опять же смотрел по всяким там по интернету по каталогам это по моему где-то порядка 48 восьмой год записи хотя вышла на позднее вот корал рекордс вот это американская компания то есть тогда это все это было вот опять же здесь вот внизу написано принт это на веса вот так он в раздербаним состоянии вот ну хах играет она ночью ну так скажем со скрипами то есть то есть надо скорее всего какую-то другую иголку и более тяжелый жесткий тонарм под нее потому что все-таки производства в тех годовых годов не предполагала что будет современная техника как скажем рассчитана на иголку у кого который прижимная будет сила всего там скажем полтора грамма тогда потому что это все это было намного тяжелее звук был быть видимо другой потом у нее есть еще есть одна так скажем неприятность вот здесь был какое-то небольшое плавление вот ну и заметно что она какая-то такая слегка матовая то есть въявшиеся то ли пыль то ли ты дым что-то такое непонятное непонятно где она лежала вот но тем не менее все она она играет плоховато но играет вот то есть возможно надо какой-то другой воспроизводящий устройство чтобы ебать более реально послушать или как как каким-то образом изучать какой на чем это все дело более качественно проиграть чтобы это можно было как-то записать воспроизвести или там оцифровать ну я бы не с низ не стал ее так скажем слушать нас на том же что у меня есть то что то техника которым не восстановлена вот но она как бы рассчитан на пластинки которые все-таки уже вот вот такого плана как он допустим этот зодиак это уже все таки скажем более современной технологии то есть конец 70-х 80-е годы когда уже техника воспроизведения виниловых пластинок уже дошла до скажем до максимального уровня и современные виниловых пластинки на них воспроизводить очень даже хорошо особенно когда головки часто здесь состоит аудиотехника от 91 правда китайская это самая китайская головка как ни как ни странно играет очень хорошо вот ну чуть пониже у меня вот орфеи 103 я сейчас пока включать не буду что здесь просто провода там перри подсоединяй тогда вот но он играет еще лучше просто телефон то все но этого не дни не передаст а сейчас внимание на телефон так что мы начать послушаем включаем проигрыватель вот если вот здесь будет заметно не знаю получится не получится вверху здесь как бы нижняя часть отметок и вверху это вверх не такие черненькие полосочки на красненьком фоне и так называемые метки стробоскопа вот если они у на меня с у нас стоят на месте это значит что скорость у нас с помощью вот этого колесика выставлено правильно то есть если и есть ли его вправо или влево повернуть момент метки будут начать поплыть у нас сейчас вот по моему стоит идеально вот но я этим проектом заниматься чем-то разбирал его там чистил все делала дело промывал менял там в электронике которая отвечает за подачу скорости потому что это все таки такая механика достаточно такая серьезная вот сейчас вот заметно допустим что вот не нижние плыву как бы плывут но нижней отметки это для скорости 45 оборотов минута верхней по для скорости 33 оборотов минуту вот я сейчас хоть остановлю покажу от чего это все дело происходит есть такие отметки на самом диске вот 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 это вот отметки это под скорость 45 и верхние это под скорость 33 оборота в минуту вот если мы включаем диск на вращение сначала это все начинает плыть бежать но потом птик через какой-то там несколько секунд все это дело стабилизируется вот и здесь вот индикатор нам показывает что это у нас сейчас данный момент скорость 33 потому что чуть пониже скорость 45 надеюсь там есть цифра 33 просто сейчас оттеняет надо бы по поярче но очень пока так вот снимаю так ну вот эту пластиночку и ставить конечно не буду потому что все таки она уже такая слишком древние заигранная так сейчас выключу ключа так значить канон бал академии с участием билла эванса но не знаю это можно попробовать поставить опускаю могу я чуть подводим тонаром пластинки вот у нас вот в этом месте находится микролифт который как бы сейчас и сейчас эту пластиночку его не пластинку а тонаром тот этот самый рычажок с головкой он у нас не как бы держит внутри специальная система основана на электромагнитах она там вот и если мы нажимаем кнопку пуск в данном случае это никак бы не пуск кнопка опускания тонар мы вот и нас краешку здесь это обозначение обозначение такое есть если вы здесь вот сверху здесь как бываешь иголочка как бы полоски опущены мы и нажимаем и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok